Слава Иисусу Христу! В 6 часов утра подключаюсь на утреннюю молитву, в 6 часов вечера подключаюсь по возможности как раз вечерней молитвой. Когда я не включаюсь, не подключаюсь, то все равно молюсь за вас, за всех братья и сестры, поддерживаю вас тоже в молитве и прошу вашей тоже поддержки, вспоминайте меня в ваших молитвах святых в 6 утра и в 6 вечера. Слава Богу! Вот и вчера вечером, сегодня утром, я тему, о чем я молился, о чем рассуждал, это Церковь Бога Живаго. Столб и утверждение истины. Это храм Божий, третий храм Божий, история которого потрясает вообще своим великолепием, восхищает просто нас. Слава Богу! Вот и уже два тысячелетия созидается Церковь Божья, два тысячелетия истории третьего храма. И место из Писания я тоже приводил вчера и сегодня тоже утром. Это 1 Коринфянам 3, глава 16 стих. 1 Коринфянам 3, 16. Написано, разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Разве не знаете? Да. Вопрос такой как бы стоит. Разве вы не знаете? И сегодня, спустя два тысячелетия без малого, также приходится обращаться к нам, к христианам, с таким вопросом обращаться. Христианам с таким же вопросом приходится. Разве вы не знаете? Разве вы не знаете или забыли вы об этом, может быть? Но именно вы храм Божий и Дух Божий живет в вас. В нас, верующих, живет Дух Божий. И храм Божий сегодня это не сооружение, нет, нет, это из живых камней, стройка тысячелетий. И основание храма, третьего храма, самого великого в истории человеческого рода, вот это сам Иисус Христос. Он фундамент, он основание. Аллилуйя. Аллилуйя. Действительно, слава Богу за все, слава Господу, Творцу, хвала. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе. Благодарю Тебя за этот вечерний час. Благодарю Тебя за эту вечернюю молитву. Боже всемогущий, благослови Господь нас сейчас. Благослови всех подключающихся, подключившихся, Боже, к этой молитве. Благослови Господь по богатой своей милости. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе и хвала. Ты царствовал, ты царствуешь, ты будешь царствовать во веки веков. Бог царствовал, Бог царствует, Бог будет царствовать во веки веков. Прославим имя Господа и вознесем Ему хвалу. Прославим имя Господа и вознесем Ему хвалу. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. Благословен Царь наш. Благословен Господь. Аминь. Да, друзья, и сегодня молюсь о Царстве Божьем, молюсь за Церковь, молюсь о народе Божьем, молюсь действительно, чтобы мы были тем, к чему мы призваны, быть столпом и утверждением истины на этой земле. Сегодня я говорил также на утренней молитве о том, что была такая многовековая эпоха великой деформации. И по милости Господней, пять столетий тому назад началась эпоха великой реформации, то есть восстановления, покаяния, исправления Церкви. Слава Богу. Так что, друзья, дорогие друзья, братья и сестры, действительно, великое чудо, реформация, великое Божье чудо. Это пять столетий, продолжается эта эпоха восстановления Царства Божьего, восстановления Церкви. Вот, прежние столетия были, да, временем деформации, деградации Царства Божьего, уничтожения Церкви Божьей. Но, по милости Господней, мы не исчезли. По милости Господней, ведь имеем великие мы обетования Божьи. Какие? Помните, у Матфея 16-18 написано, «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Такие не одолели. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Твое Слово, оно есть истинно. Твое Слово действительно свято и истинно. Спасибо. Тебе можно доверять смело. Ты на ветер слов не бросаешь. Твое Слово, оно действительно, твое Слово хоть в банк ложи, твое Слово, оно весомо, твое Слово, оно не уходит просто так. Оно, если было высвобождено когда-то даже, если в древности, то оно обязательно производит действие, ради чего оно было высвобождено, ради чего оно было сказано. «Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Боже всемогущий». На кого нам еще уповать, братья, сестры? Кому нам доверять? На кого нам уповать? Только на Господа, Бога всемогущего. И сегодня благоставляю церковь до самого собора нашего этого года, Преображенского, до 18 августа. Я призываю вас в молитве быть как раз об этом, о церкви, о царстве Божьем. Конечно, молясь о царстве его, молясь, благоставляя его царство, благоставляя церковь Божью, я, конечно, имею в виду все ветви и древние, и новые, и зеленеющие, и засыхающие, и мертвые уже, и живые, всякие-всякие-всякие. Всех, именующихся его святым именем, вот, потому что я верю, что, благоставляю, потому что я верю, что написано «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Я верю в то, что Бог спящие души, спящие конфессии, спящие динаминации, спящие эти ветви, засыхающие, в состоянии оживотворить вновь. Аллилуйя. Вот, да, вдохнуть в них жизнь, как бы, да, подкрепить их, да, укрепить их, вот, чтобы они больше принесли плода, обрезать. Но, знаете, мертвые, мертвые, Бог в состоянии оживить. Он в состоянии, действительно, даже отпадших восстановить. Он в состоянии мертвое делать живым. Спасибо ему за все. Поэтому я особенные молитвы всегда молюсь за, ну, за свою конфессию. Молюсь за православие, за все ветви православные. И древние, и новые, за все каноничные, неканоничные, там, второканоничные, разные, большие, малые. Восточное христианство благоставляю в целом, вот, и с верой в то, что Бог наполнит Своей жизнью нас, православных, и вдохновит, действительно, миллионы, миллионы душ православных. И чтобы миллионы и миллионы православных действительно стали христианами, евангельской, библейской веры, святой Божьей веры. Слава Господу! Спасибо тебе, Господь! Аллилуйя! Слава тебе! Слава тебе! И вот это призвание к служению, призвание, которое я вот несу, реформаторское такое православное служение, уже больше 20 лет несу я это служение, прежние годы, до того, до 96-го года я нес служение, как традиционный православный священнослужитель. И в те годы, начиная вот с 87-88 годов, я, как и тысячи других священнослужителей православных, традиционных, я молился к разного рода святым, почитал иконы, образа, мощи, почитал мощи и прочие вещи совершал. Но знаете, слава Богу, то время моей личной деформации закончилось, наступило время моей личной реформации. И на примере своего христианства я вижу, что Бог в силах действительно вразумить заблудших, Бог в силах восстановить человека верующего, Бог в силах воскресить мертвое, оживить, пробудить спящее. Спасибо Господу за все. И поэтому сегодня, как православный реформатор, евангелист, я молюсь о том, чтобы тысячи и тысячи священнослужителей православных, традиционных, еще не реформированных, чтобы действительно из деформации в реформацию, чтобы из такого деформаторского, деформационного такого состояния в реформаторское такое состояние перешли. Потому что, как говорил один из древних отцов церкви, «Ecclesia Semper Reformanda» — церковь непрестанно реформируется. Аллилуйя! Церковь непрестанно реформируется. Киприан Карфагенский, я часто его одно время цитировал, вот сегодня снова хочу процитировать этого отца церкви. Киприан Карфагенский — это лидер североафриканского христианства еще третьего столетия. Тогда нашей с вами церкви, да, церкви Иисуса Христа, Господу нашего, было всего лишь там еще пару столетий. Но сейчас уже, по милости Господне, уже два тысячелетия. Слава Богу! Без малого, да? Вот, это время, время сейчас молитв, время вот это от Пасхи до Пятидесятницы, вот, какое-то особенное, вот в молитвенной жизни, я так и по прежним годам рассуждаю, и вспоминаю вот служение в прежние годы, и в этом году также само это время отчета Омера, как вот в традиционном иудаизме понимания, да, ну, в Библии рассказывается о возношении снопа, значит, об отчете этих дней, но знаете, то есть мы считаем время от, там, 33-й день, допустим, да, вот, значит, от, читаем от Пасхи, вот от времени возношения снопа первого, значит, да, то есть от воскресения Иисуса, вот, отчитываем 50 дней, сейчас 33-й день уже отчитываем, вот, и размышляем, рассуждаем, и в каждом этом отчете, в каждом этом, вот, дне, будем так говорить, да, из этих 50 дней, от Пасхи до Пятидесятницы, я молюсь о том, чтобы православие, ну, и вообще христианство, конечно, в целом, но у протестантов и у католиков, я думаю, вот, у них, ну, ситуация гораздо лучше, чем у нас, православных, ну, в разных отношениях, вот, в частности, вот, что касается духовности, вот, ну, положительной, я имею в виду, духовности, с зарядом, плюс, будем так говорить, да, не с отрицательным значением, а с положительным значением духовности, библейской, божьей духовности, у них гораздо лучше ситуация, чем у нас, православных. У нас, православие, к сожалению, если есть духовность, какой мы хвалимся обычно, да, вот, то, как правило, это духовность с отрицательным, совершенно, значением, неположительным значением, потому, что тысячи и тысячи священнослужителей православных, как и миллионы обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой православных считают по сей день, к сожалению, духовностью, это почитание мощей, почитание икон и прочей мерзости, которые мы совершаем, к сожалению, вот, по сей день. Я от этого отказался уже, слава Богу, по милости Господней, Бог меня спас от этого, вот, и уже, да, уже больше 20 лет я не почитаю иконы, не целую мощи, и не молюсь я никому, кроме Бога одного, и благодарю Бога за это, конечно, за свою личную реформацию, и прошу Господа о том, чтобы его реформация, она действительно, ну, произошла, потому что спасение само, знаете ли, человек, человеку свойственно опускаться во всякие помыслы, заблуждения, но человеку не найти пути спасения без Божьего Слова, без Божьего Откровения, друзья, так оно и есть. Вот, да, и Романа тоже приветствую, тоже, шалом, мир вам, брат Сергей, спасибо огромное, дякую, слава Богу, пусть Бог благоставит. И, да, всех приветствую, кто подключился, кто-то есть уже в сети, ведь, да, значит, кто-то подключен, я не знаю кто, но вот Роман, по крайней мере, отозвался тоже. Вот, значит, так вот, и можете поприветствовать, кто подключился, там, маякните как-то там, привет, шалом, там, окей, чтобы знал, кто еще в сети, интересно даже. Вот, буду рад поприветствовать вас тоже. Вот, но, знаете, друзья, молясь сегодня о Царстве Божьей, молясь о Церкви Божьей, Церкви Господней, молюсь в первую очередь, значит, именно за православные ветви, древние, но, как правило, засохшие или засыхающие, порой и совершенно мертвые, но с верой молюсь в то, что действительно Господь есть наш, Он есть воскресение и жизнь. Вот эти имена нашего Господа. Да, уже, уже больше 16 лет я живу вот с этой верой, с этим откровением, что Он есть воскресение и жизнь, воскресение и жизнь. Тамара, слава Иисусу Христу, Господу нашему, на вики слава, Богу Святому, Тамара, слава Богу, рад вас тоже приветствовать. Вот, и прошу ваших молитв, вот, прошу ваших святых молитв, и в первую сейчас голову, в первую очередь молюсь о предстоящем соборе, вот, в августе месяце, 18-го, ну, и, понятно, 19-го тоже августа, 18-го августа просто будет воскресенье, поэтому, я думаю, что как раз соберемся и на литургию, вот, ну, и 19-го августа, это собор, Преображенский собор этого года, собор нашей церкви, реформаторской, православной церкви Христа Спасителя, архиепискому, который я являюсь, ваш покорный слуга, да, прошу любить и жаловаться, вот, и сегодня я публиковал уже там в сетях социальных информацию эту по поводу культа Святого Николая, угодника так называемого, да, вот, и, знаете, печально, что он до сих пор, даже в наш век, когда, как говорится, уже космические корабли бороздят просторы Вселенной, век уже, казалось бы, абсолютной такой грамотности, просвещения населения, люди порой с высшим образованием, и не с одним даже высшим образованием, по-прежнему молятся, кому только не молятся, молятся там Николаю Годнику, тому же самому, вот, и почитают иконы, и целуют их, печально все это, конечно, печально, что гибнет народ из-за недостатка ведения, невежественно народ гибнет, действительно, поэтому и очень такая благородная задача перед нами, евангельского просвещения, библейского такого пробуждения народов, вот, и православные народы в моем сердце, народы православной культуры в моем сердце, и вот здесь, сегодня, на берегах Невы, и Жоры, и Черной речки, на Семере, в Петербурге, Петрограде, молюсь сегодня о духовном пробуждении, здесь колыбель православного обновленчества, вот, и, хотя, да, родилось православное обновленческое движение в Москве в 23-м году, 96 лет тому назад, уже чуть больше даже, вот, вот, свое духовное возрождение, новое начало получило в Киеве у нас, вот, в лице нашей церкви, нашего братства сегодняшнего, обновленческого православного братства, вот, но, зачиналось все именно здесь, на берегах Невы и Жоры, в Колпино, в Петрограде, тогда, 100 лет тому назад, вот, и этот год у нас, 19-й год, кстати, обозначен, вот, в календаре, как год, там, несколько таких юбилеев, да, таких обозначено, и в том числе обозначено столетие православного обновленческого такого союза, объединения, которое называется, называлось Друзья Церковной Реформации, Союз Друзей Церковной Реформации, вот, и сам я на протяжении вот этих месяцев об этом говорил и у нас, в Киеве, вот, в нашей церкви говорил об этом уже не раз, вот, и здесь, в Петербурге, и в Москве, вот, и в августе месяце вновь буду говорить вот на соборе уже, спасибо тебе, Господь, спасибо, благословен Бог наш, благословен Господь, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос, аминь. Наталья тоже написала приветствие, приветствую из Минска, Церковь Благодать, мир Божий всем, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу, всем святым в Минске радоваться, еще говорю, радоваться, примите тоже приветствие из Санкт-Петербурга, вот, и из Киева, также, от нашей церкви, слава Богу, вот, и давно намереваюсь уже быть в Минске, вот, все никак не доеду, я обычно приезжаю в Гомель, вот, но, Гомель, Гомель, это хорошо, но надо и в Минске побывать все-таки, слава Богу, хорошо, поэтому, даст Бог, Бог усмотрит, буду и у вас, и в Церкви Благодать, и в других собраниях тоже, хочу как раз с минскими христианами отношения, возобновить связи, слава Богу, вот, тем более, что есть друзья, есть там много же друзей, вот, благоставляю Беларусь, благоставляю, тем более, что Беларусь, белорусский народ, Литва вообще, и Беларусь, переживали огромное духовное пробуждение некогда, которое до сих пор историками называется золотым веком Беларуси, это 16-е столетие, ну, конечно, Франциск Арина, это, само собой, его обычно вспоминаем, но также, добрым словом, конечно, вспоминаем, говоря о золотом веке Беларуси, о духовном таком пробуждении в Беларуси, вспоминаем Миколая Радзивилла Черного, вот, и пусть это было не продолжительно так, не долго, но это было действительно очень серьезным таким заявлением всему белорусскому народу и всем народам, что пробуждение народов именно в Слове Божьем, пробуждение народов именно в Евангелии Христовом, спасибо тебе, Господь, за Беларусь, спасибо тебе, за духовное пробуждение, что ты совершал тогда при Миколая Радзивилле Черном, Боже, совершай сегодня, сейчас, тоже это духовное пробуждение, спасибо тебе, Господь, за все, благослови Польшу, Литву, благослови, Господь, Боже, Беларусь, благослови все страны, Боже, во имя Иисуса Христа, славянской культуры, православной, католической культуры, благослови, Господь, дай пробуждение в народы, во имя Иисуса Христа, аминь, Аллилуйя, благослови, благослови сегодня Украину, молюсь о духовном пробуждении, расширении этого духовного пробуждения в Украине, слава Господу, и в России, да совершится это духовное пробуждение, потому что тогда, сто лет назад, то, что происходило, вот, видим, вот, начало православного обновленчества, тогда, 20-х годов, начало 20-х, это было, на мой взгляд, знаете, как вот, еще не само извержение даже, духовное такое, как вулкан извержения, а это были еще первые толчки перед извержением, перед тем, как совершится это духовное пробуждение, это еще не было самим духовным пробуждением, по сути, это было именно вот таким заявлением о начале, как бы, о том, что скоро будет это духовное пробуждение, И сегодня, сто лет спустя, ожидаем этого излияния Духа Святого, этого духовного пробуждения народов. Аллилуйя. И России, и всей бывшей Российской империи, территории СССР безбожного, и прочее, прочее, прочее. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе, слава Тебе и хвала. Слава Тебе и хвала, наш Бог и Царь. Молю Тебя, Господь, Боже, о тысячах православных священнослужителей. Боже, да познаю Тебя, Бога Живого, Бога Истинного, и Тобою посланного Иисуса Христа. Да примут жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую жизнь через веру в Иисуса Христа. И да прославит Тебя Господь, Боже. Да отвратятся от ложных культов, от культа Богородицы, других умерших святых, в частности, Николая Угодника, и прочих умерших. И да откроется истина евангельская, истина библейская в том, состоящая, что един Ты, Бог наш, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Аминь, аминь, аминь. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже, Смогущий. Благостави народ свой миром. Благостави, Господь, Боже, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе. Аминь, аминь. Аллилуйя. И вот здесь из Слово Божьего, то, что я читал, вот из Коринфян, только самое начало, первое Коринфянам, Павел пишет, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, Исосфен, брат, Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Но сейчас это можно так вот тоже расширенно, будем так говорить, прочесть, находящейся в Церкви Божьей там и в Минске, и в Санкт-Петербурге, и в Киеве, и во Львове, там, и еще где-где-где-где, по всему лицу земли. Дальше он пишет интересно очень, так вот, и вдохновляюще. Освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа на всяком месте, у них и у нас. Аллилуйя. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы, не имея недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сыном Его Иисуса Христа, Господа нашего». Аллилуйя. Такой целый гимн, знаете ли, целый гимн, самообращение, оно уже вдохновляющее. Само это предисловие, само это вот начало само, настолько вдохновляющее. Вот, и сегодня, спустя почти два тысячелетия, перечитывая эти слова, послание Павлова, знаете ли, мы наполняемся просто благодарностью к Богу. Я наполняюсь благодарностью к Богу и хвалю Господа Бога, проставляю Его за все. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. «Верен Бог», 9 стих, 1 глава, 1 Коринфянам. «Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сыном Его Иисуса Христа, Господа нашего». Замечательнейшее общение, братья и сестры, Сына Его Иисуса Христа, Сына Божьего, Агнца Божьего. Благословляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, вот, утром подключайтесь, в 6 утра помолимся вместе, совершим причастие, вот, хлебопреломление совершим и прославим Бога вместе. Но сейчас, в этот вечерний час, благословить хочу вас священным благословением этим, священническим благословением, которое Господь Бог Святой дал Аарону через Моисея, да, Аарону и его сыновьям, чтобы этим благословением благоставляли бы сынов Израиля. И Господь говорит, и я благоставлю их. Он благоставляет нас, детей своих, народ свой. У Павла Апостола, там же в первой главе, что дальше, там говорится о разделениях, и он переживает за церковь коринфскую, и он молится о единстве верующих. Сегодня также молимся мы о единстве верующих. Единство, настоящее, неподдельное единство, оно в истине. Единство в истине Слова Божьего. Единство в истине. Для нас истина, это не просто, и Слово Божье, это не просто какие-то понятия такие отдаленные какие-то. Нет, это, во-первых, это, да и в последних, это сам Иисус Христос, это личность Христа Спасителя, Господа нашего. И ни в ком другом нет спасения, друзья. Ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Которому мы спасены, которым мы спасаемся. Слава Господу. И благоставляю вас этим благословением сегодня. Благоставляю свою семью сегодня, супругу свою драгоценную, детишек наших, внуков наших. Благоставляю всех вас. Благоставляю ваши дома, родных, ближних. Благоставляю Петербург, конечно же, здесь, на берегах не выпустят, а духовное пробуждение больше и больше набирает силу. Благоставляю Иерусалим, Израиль благоставляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Будьте благословенны и счастливы. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывается всеми нами. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Вот. И благоставляю всех вас. Вот. Во имя Господне. Да благословит и вас Господь и всю вашу родину. Слава Богу. Вот. Спасибо огромное всем за молитвы, за поддержку, за участие в моем служении. Это очень ценно для меня и очень важно и очень свято для меня. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас. До встречи и на земле и на небесах. Аминь. С миром Божьим. Салом. Мир всем вам. Прославим имя Господа.